В электродепо вагоны метро ремонтируют, а недавно стали еще и капиталить. Это первая партия. Вначале их полностью разобрали, подлатали, покрасили, а теперь собирают. Однако начинка в них будет хотя и новая, но старого образца. Об этом, с сожалению, докладывают губернатору. Первые вагоны у нас остаются, к сожалению, такие же. Единственное, что мы улучшим дизайн салоном для пассажиров. А у вас есть возможность модернизацию проводить? То есть менять систему привода, менять систему управления электроприводом. У вас такое право есть? Право есть. Поэтому здешние специалисты сильно не расстраиваются. Мол, на этих первых трех вагонах потренируемся, а уже следующие выйдут из электродепо полностью обновленные. У нас в планах ремонта вагонов 44 вагона. Три вагона в этом году и остальное в последующие годы. Конечно, там уже будут применяться новые технологии, новое оборудование. И сейчас идут испытания этого оборудования. И думаю, что на будущий год в капитальном ремонте уже будет задействована новая техника. Новое оснащение позволит сэкономить как на электроэнергии, так и на расходах на текущее содержание. Но в Новосибирском метрополитене в настоящее время 96 вагонов. Из них получается 24 состава. В свою очередь три состава всегда в ремонте или на обслуживании. Минимальный интервал движения в часы пик на Ленинской линии может быть три минуты. А для того, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, время ожидания, считает руководство подземки, должно быть не больше 2.45. А чтобы уйти на частоту 2.45, сколько надо состава? Для этого еще два состава. То есть у нас два состава, и мы на обоих линиях? На обоих, нет, на обоих. Ну это 2.45, это я говорю про Ленинскую линию. У нас круговую все составы ездят, и там, и там. Ну точно, да, ну понятно. Там у нас интервал 6 минут, и сделать его меньше мы не можем. На Дзержинской линии. На Дзержинской, то есть за одноходовую. Именно. И сколько состав один стоит? Вагон 40 миллионов стоит. Четыре вагона 160 миллионов. Губернатор внимательно выслушал эти немаленькие цифры, как, наверное, показалось руководству метрополитена, что-то в уме подсчитывая. Поэтому, хотя сегодня здесь и не было принято какого-либо официального решения, появилась уверенность, что Юрченко поможет сделать так, что интервал движения поездов будет оптимальным.